Упавший в Хабаровске метеорит обломок Нибиру. Самая вероятная, вернее невероятная версия обвала Сопки на Дальнем Востоке сегодня в заголовках множества изданий. Звучит, конечно, экзотично, однако, как говорится, из песни слов не выкинешь. И хоть пока достоверно неизвестно, из-за чего груда камней перегородила реку Бурея, коллеги нагнетают, ну прямо скажем, и очень сильно. Некие уфологи официальной науке не доверяют. Впрочем, конспирологи в своих выводах тоже не могут определиться. Одни вот прямо утверждают, НАСА и Роскосмос скрывают приближение к Земле планеты Икс, той, что уничтожит, собственно, нашу Землю. Ну а метеорит в Хабаровском крае, это значит ее обломок. Другая версия, еще более любопытная, дескать, и дым подозрительный был на месте оползня, и запах химический, делают вывод, упал НЛО. Кое-кто вроде бы даже отправился к Бурея искать обломки аппарата и тела погибших. Так что туристическая привлекательность региона неожиданно повысилась. В копилку загадочных известий и странные видео из Амурской области. Там инопланетянина уже нашли. Алексей Конопко посмотрел кадры внимательно. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Не находите, что на кого-то похож? Ну, во-первых, на пришельца, а, кстати, еще на то, что мы все уже видели 7 лет назад. Метеорита не было, был космический корабль. Причем с экипажем и, на удивление, крепким. Из видимых последствий космической катастрофы только сломанная нога. Где снят ролик, понять невозможно. Автор, на которого ссылаются амурские издания, говорит, что съемка не его, откуда скачал, не помнит. В общем, сам гуманоид не убедил даже квалифицированных специалистов. У инопланетян, у серых, вот этой энергетики, не может быть красной крови. Зеленая, синяя, черная, но красной крови быть не может. По причине того, что энергетика в биохиме у них другая. Их тела, они могут высохнуть, но не сгнить. Они как бы деревья, и у них как бы живые деревья. У них нет суставов, вот именно шарнирового соединения. Что на кадрах действительно необычно, так это качество исполнения. Для минутного ролика и обмана десятков, пусть даже сотен человек, автор, уверяют специалисты по гриму, потратил как минимум несколько недель. Делали инопланетянина для фильма. Делали слепок человека сначала. Потом они делали все вот это из глины, вылепляли каждую детальку, каждую там махщинку, все, что вот эти животики. Если говорить о маленьком инопланетянина, как на видео, то его можно сделать буквально за месяц. Вылепить форму, потом снять слепок из гипса, затем залить все силипоном специальным. Может показаться, что это очень легко, но на самом деле это очень сложно сделать. На самом деле точно такой же ролик в сети публиковали еще 7 лет назад. И одноногий гуманоид, мягко говоря, не единственный из высадившихся в России. Например, в 2015-м в Красноярском крае поймали то ли рыбу, то ли окорочок. Британский журнал UFO Sightings признал это пришельцам. Ну а самый известный случай Алешенька или Кыштымский карлик. Нечто, от которого теперь остались только фотографии и видеокадры, нашли под Челябинском в 96-м. Кстати, там же на Урале есть и свой Бермудский треугольник. Гибель группы Игоря Дятлова 60 лет назад превратила горный перевал в мистическую достопримечательность. Уже более полувека документы по этой истории все равно засекречены. И даже вот после нашей командировки остались такие непонятные чувства. Место действительно очень загадочное. Там у нас периодически случались сбои с техникой. Мне кажется, другого идеального места, как Уральские горы или Дальний Восток, марсиане, пришельцы для приземления точно бы и не нашли. Приземлялись или нет, но выгода от химер может быть вполне осязаемой. Мистификации по всему миру. От Лохнесского чудовища до Зоны 51 имеют денежный эквивалент. Правда, для этого им нужен по-настоящему хороший пиар. Мне кажется, нам, в нашей туристической истории, нам этого не хватает. У нас есть Тунгусский метеорит, например, та же самая история. Тоже, в общем-то, все знают, все хотят увидеть. И тоже много говорят, то ли это метеорит был, то ли это Никола Тесла запускал свои разряды. Например, в Геленджик, у нас под Геленджиком находятся дольмены. До сих пор никто точно не может сказать, что такое дольмены. Говорят, что это вход в потусторонний мир. Дальневосточная находка, похожая на зубчатое колесо, якобы возрастом 300 миллионов лет. Фотография московского неба от сентября прошлого года с кругом огней в облаках. Бесчисленные видео с размытыми тенями. Загадочного и, правда, много. Но проблема даже не в отсутствии убедительных доказательств, а в глазах смотрящего. Есть удивительный дефект человеческого разума. Он называется довод от незнания. Кто-то видит вспышку на небе и говорит НЛО, но Н означает неопознанный. То есть он говорит, я не знаю, что это, возможно, это пришельцы. Так вот, если ты не знаешь, что это, на этом разговор и должен закончиться. Не надо после этого добавлять, это должно быть чем-то. Впрочем, и настоящие ученые признают, что при наблюдаемых размерах Вселенной мы быть не можем, ну просто по статистике. Но пока инопланетяне все-таки есть лишь в интернете. Ну а истина где-то рядом. Алексей Конопко об очевидном невероятном.